У нас новое видео по ETS 2 и давненько не было обзоров модов, у нас уже версия 1.48, поэтому будем начинать обозревать интересные модификации, тем более за это время появилось их довольно-таки много. Сегодня у нас видео легендарный ман ТГА, как я понимаю это был изначально мод от мастера, но сейчас уже мастер его не адаптирует под новые версии, уже какие-то другие разработчики тут занимаются его адаптацией под новые версии, плюс тут добавился новый тюнинг, поэтому давайте будем смотреть более внимательно. Так, у нас три типа кабины, в принципе ничего не изменилось, XL, XLX и XXL, возьмем сегодня XXL, по шасси их здесь очень много, у нас есть обычные 4х2, плюс есть у нас лоудек шасси, также у нас есть варианты вот такие вот строительные, с такими вот бамперами интересными, и есть у нас шасси 8х4 для негабаритных перевозок, но мы сегодня берем как обычно 4х2, самое обычное. Так, давайте дальше смотреть по двигателям, у нас двигатель Евро-3, Евро-4, есть у нас даже V10 двигатель V-образный на 660 лошадиных сил, я на самом деле даже не слышал про такой двигатель, по сути у нас, ну довольно-таки много вариантов двигателей, можно выбрать на свой вкус, ну давайте вот Евро-3 возьмем на 410 лошадиных сил, по коробкам тоже у нас Man-Tipmatic и ZF, возьмем, давайте-ка все-таки, можно даже ZF какой-нибудь взять, обычный вот такой вот, есть у нас кстати коробки под лоудек, объясняю для чего, когда вы ставите лоудек шасси и ставите маленькие колеса, передаточные числа у вас меняются, и из-за этого оборота получается выше, чем должны быть, и на самом деле я нигде не встречал именно коробки под лоудек заточенные, это очень классно. Так, что у нас по салону, у нас как вы видите механическая коробка передач, если мы поставим какую-нибудь обычную, то по плану должна быть, да, автоматическая, это классно, что так сделано, мы возьмем все-таки сегодня механику тогда ZF EcoSplit, сделано довольно-таки качественно, и по-моему такого раньше не было. По салону в целом это тот же Man от Master, ничего особо не поменялось, ну в целом по качеству более-менее как бы поездить пойдет. Вот, у нас есть с черной приборкой, есть с серой приборкой, есть эксклюзив у нас такие вот вставки под дерево, и эксклюзив с серой приборкой, ну давайте его и возьмем в целом. Один у нас скин довольно-таки непонятный, есть у нас все вот эти обычные цвета, в таком вот цвете Man выглядит довольно-таки неплохо, ну еще в красном цвете выглядит неплохо, давайте, наверное, его и возьмем. Ну а сейчас давайте смотреть все-таки, что у нас есть по тюнингу. Начнем мы с того, что у нас, да, различные комбинации спойлеров, можно вот такой вот обычный взять сегодня, можно поставить трубы, но они тут, конечно, ни к чему. Здесь можно обвешиваться лампочками различными, плюс они тут свои, разноцветные, очень прикольно, кому нечем заняться, у кого есть время, можно потыкать, посидеть, поставить себе все вот эти лампочки. Здесь у нас мигалки идут, здесь идут различные вот эти вот лайт-бары, есть свои вот такие, плюс у нас тут прописаны хэловские вот эти все фары, прожекторы. Это очень классно, кроме дефолтных вы можете поставить такие вот интересные фары от хэла. Ну вот давайте две поставим, или нет, ну давайте даже может и четыре поставим. Две закрытых с надписью хэла и две каких-нибудь, я не знаю, давайте вот желтых поставим, я думаю, что прикольно. Здесь у нас идут козырьки, плюс вы можете написать, прописать какой-то свой текст, если есть желание. Ну давайте, наверное, какой-нибудь обычный поставим, да и все. Так, это у нас все по салону, но я уже вижу, что этот тюнинг от мастера остался в большей степени. Так, по решеткам у нас появился вот такой вот вариант, я не знаю, что он означает, если честно, кто в теме можете написать. Довольно странно выглядит, что это значит, ну не совсем понятно. Есть такая вот решетка, есть подкраску, такая вот подкраску, кому что больше заходит, можете выбирать. Можно даже подкраску тоже какую-нибудь взять, вариант вот такой вот что ли. Ну или нет, давайте вот такой вот оставим. Здесь у нас тоже вешаются все эти лампочки, здесь вот эта вот секция закрывается, таблички всякие, опасных грузов, тир и так далее. Идут у нас кенгурятники, тоже идут лампочки, можно и здесь поставить вот эти хэловские фары. Это очень классно на самом деле, можно пообвешать грузовик, если вы этого хотите. Здесь идут наклейки стран, тут у нас идут обычные все защиты бампера. Здесь идут противотуманки, можно поставить желтые, полностью белые или вот такую комбинацию. Но я не знаю, давайте возьмем вот такие. Здесь можно темные фары, такие вот, такие. Давайте заводской вариант оставим. Так, здесь у нас реснички ставятся. А здесь сама фара, может тоже, чем это отличается. А, это ксенон. Ну давайте поставим ксенон, почему бы и нет. Можно сделать полностью под пластик, такую вот комплектацию интересную довольно-таки. Можно вот такой вариант или вот так вот, полностью под краску. Дальше свои колеса мишленовские, свои диски, несколько вариантов. Можно батоны даже поставить. Здесь идут тоже свои все вот эти вот колпачки и так далее. Здесь идут юбки. Ну, как-то не очень выглядят свои шины, свои диски тоже. Какие вам больше заходят, такие можно поставить. Это очень классно. Здесь старый вариант фары и новый. Тут идут у нас новые крылья от TGX уже. И различные все вот эти кастомные, обычные варианты. Ну, давайте оставим все-таки заводской вариант. Здесь идут подкрылки, под краску и под пластик. И, в принципе, что еще? Противооткатные вот эти вот башмаки. С этой стороны больше ничего как бы и нету. Понятно, здесь идут зеркала. Еще можно такой вот вариант взять. Давайте возьмем в целом. Так, тут у нас вот эти вот зеркала. Давайте, в принципе, перемещаться в салон. Что у нас тут по салону? Здесь идет у нас, естественно, ветровики. Побольше и поменьше. Но этот как-то лучше выглядит. Дальше здесь идет навигация обычная. Здесь идут рули от TGX тоже есть, если вы хотите. Но лучше поставить, наверное, вот такой вот заводской таблички. Здесь у нас навигация своя ставится. Тут у нас всякие эти кепки, все такое. Дальше освежители воздуха. Столик у нас есть. И сюда ставятся всякие аксессуары. Тут вот эти вот кресты. Ни к чему как бы. Что у нас еще есть? Интересная вот эта фишка. Во всех модах вот мат-стор она была. Это вот такая вот шторка замечательная. Вы выставляете на ту высоту, на которую вам больше подходит. Здесь идут шторки все обычные. И здесь висящие предметы в салон. Дальше. Дальше у нас тут можно ноутбук поставить. И здесь что-то еще положить, если вам надо какую-то кружку поставить. Дальше. Здесь у нас один вариант только шторок. Здесь вот так вот можно сделать. Подушки. Одеяло всякие свои. Здесь дефолтное одеяло. Тоже вещи можно поставить. И в принципе по салону. Вот еще у нас тут рация ставится. И в принципе по салону это весь тюнинг. Поэтому сейчас давайте-ка переместимся в игру и немного прокатимся. Переместились в игру. Сейчас сделаем небольшой тест-драйв. Ну в принципе по качеству модели неплохо. Неплохо. Возможно даже немного доделывали. Как-то сильно он блестит. Хотя это не металлик. Но как бы ладно. Давайте-ка заведемся. Ну кстати звуки как будто свои. Так. Ну естественно коробка передач у нас не анимирована. Ну тут ничего нового. Ну в целом. В целом симпатично все выглядит. Единственное мне посадка не нравится. Давайте посмотрим. Можно ли это регулировать. Да в принципе все регулируется. И это очень хорошо. Вот так вот сделаем. Так уже поудобнее. Так. С шестой передачи стартует у нас грузовик сразу. И очень даже бодрый. Хотя у нас 420 лошадиных сил. По-моему. Давайте в принципе прокатимся. Вот такая вот у нас подсветка. Приятная. Желтенькая. Или красная. Непонятно. Но звуки я вам хочу сказать очень даже классные. Особенно. Ну вот. Угу. Так. Поехали. Угу. Есть. Так, какой-то очень громкий поворотник, но в целом звуки прям очень классные, мне понравилось. И в целом довольно-таки приятный грузовик, всё сцепляется без проблем на нём, и, ну, однозначно могу советовать, ссылочка на скачивание будет в описании, мод бесплатный, можете скачать, покататься, если вам интересно, можно даже какой-то рейс сделать на этом грузовике. Ну, такой вот, довольно-таки приятный, хочется на нём кататься, и, ну да, я бы сейчас даже на нём проехался. Кстати, очень сильно раскачивается, здесь как будто свои немного настройки подвески, вот, он даже заглох, как-то резко затормозил. В общем, будем завершать на сегодня видео, если вы знаете какие-то интересные модификации на 1.48 для ETS и ETS, можете написать в комментариях, обязательно сделаю обзор. На сегодня у меня всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментариях, всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok